Привет, красотки! Сегодня я вам покажу мой туалетный столик. Собственно, я сейчас снимаю ровно в него, в его отражение. Я подобное видео снимала год назад, но на самом деле многое изменилось, и вы попросили показать актуальный, так сказать, расклад событий, что происходит. Поэтому у нас сегодня такой более подвижный формат. Я буду все плавненько, красивенько показывать, рассказывать, что где, почему, как пользуюсь. И не забывайте досматривать это видео до конца, потому что в конце видео конкурс. Поехали! Давайте начну с внешнего вида, в принципе, как был тот туалетный столик год назад. Так, что за подстава? Да, девочки, это правда, у меня сейчас куча коробок, и они стоят повсюду, но мы в процессе их разбора. Так вот, туалетный столик остался тем же, я им очень довольна. Это такое зеркало, кто не видел его никогда, вдруг. Собственно, со столешницей, и здесь стекло, что очень удобно, потому что ничего не пачкается. Точнее, пачкается стекло, а его мыть намного проще. Лампочка ни одна, кстати, за все это время у меня не перегорела. Рядом стоит белый стойчик, который поднимается выше, ниже, если нужно. Здесь у меня стоит такая стойчка из Галамарта или из Фикс Прассе, я не знаю, где я ее покупала. Но, в общем, на самом деле ее, наверное, уже пора заменять. Она не очень презентабельно выглядит, где-то тут даже есть маленькие трещинки. Но самое главное, что она хранит. Хранит она цвета из святых. Это кисти для макияжа. Здесь стоят самые высокие в этом отсеке. Здесь пониже, здесь умирающий бьюти-блендер, который просто, мне кажется, очень печально выглядит. Нужно срочно новую покупать, на самом деле. Рядом стоит такая одинокая кисточка. Номер один называется. Самая часто используемая из этих кистей, это вот эта вот красавица черная, которая подходит для скульптора. Подходит, на самом деле, и для пудры, и для румяна, и для всего, если нужно. Но я ее использую для скульптора. Знакомая подставочка, девочки. Это наш дорогой фикс прайс, который безупречно просто справляется со своей задачей. Держит высокие, но тоненькие, такие худенькие кисточки, которые обычно вот здесь теряются. И это, на самом деле, ну, проблема, потому что их тяжело найти. И когда нужно, их никогда нет. Вообще, на самом деле, при желании здесь можно хранить что угодно. Я вот, например, сюда пинцет вставляю, очень удобно. Не знаю, можно даже помаду сюда умудриться вставить, впихнуть, потому что вот эти силиконовые штучки, они очень подвижные. Можно карандаши хранить. Окей, правый фланг. И здесь у нас вот такое мимимишное зеркало. Зеркало, у которого, кстати, тоже есть подсветка, но его нужно заряжать. Я его никогда не заряжаю, потому что мне вот этого света, который от основного туалетного столика идет, достаточно. Поэтому я его просто использую для того, чтобы более детально посмотреть, как нарисовала, допустим, стрелки, тушь и так далее. Здесь есть такой вот кармашек. Очень, очень, очень незаметный. Здесь у меня самые часто используемые аксессуары. Небедзимки, какие-то сережки, которые ношу каждый день. Ну, вот это не часто используемое, это просто на память. Кто из Татарстана? Так, вроде это татарский. Я помню, мы были в Казани с Денисом, и он мне вот такой значок купил. Матур означает, или матур, я не знаю. Если честно, напишите мне в комментариях, кто знает. Значит, красотка или красавица. Очень милый значок. Я его храню просто как память. На самом деле, у меня таких вещей очень мало, и вообще редко, что можно в моей жизни, в моих вещах встретить такого, что я просто храню на память. У меня такого нет. Это либо используется, либо выбрасывается. Ну, либо дарится, отдается кому-то. Ну, и правая наша сторона. Это такие часто используемые уходовые средства для волос. Это масло для волос. Буквально две капли, и волосы щелковистые, хорошие, расчесываются легко. Корейский фиксатор, макияж и мицеллярка на всякий случай. То есть, например, стрелку скосила или что-нибудь такое. Ну, вообще, все уходовые штуки я делаю в ванной. Мы туда тоже, кстати, придем. Потому что в видео год назад я не показывала вам почти свою уходовую косметику, не приглашала вас в ванну. А сегодня мы туда сами заглянем. Пропуская пока что самое интересное, мы идем вниз. Здесь у меня находится такая полочка помощницы. Бьюти-мусор. На самом деле, просто любые там ватные палочки, ватные диски, и все уходит сюда. Повязка Oh My God, которую вы, конечно же, видели уже не раз. Удобно закреплять ее и делать макияж, наносить маску. Ну, в общем, вы знаете. Влажные салфетки всегда у меня здесь пачка лежит, потому что я люблю опер... 10 рублей, они стоили 10 рублей. Боже мой, где я их купила? Мне реально интересно, где я их купила, чтобы купить еще. В общем, влажные салфетки для того, чтобы оперативно что-нибудь подтереть с туалетного столика, например. Или очень быстро очистить кисточку. Чтобы не идти в ванну, отдельно не мыть ее. А просто так, знаете, расстилать салфеточку. И мойте, мойте, мойте кисть, пока она не оставит тональное средство или тени, например, на салфетке. И тут такой небольшой контейнерчик со всякими бьюти-штучками. Это не совсем косметика. Ну, в общем, девчачьи штучки, вы понимаете, да? Здесь мои любимые самые сережки. Вот этот вот раздел я люблю больше всего, конечно. Ну, и сзади у меня стоит пустая косметичка, потому что мы довольно-таки часто, но в последнее время, слава богу, порежу куда-то ездим. Я реально устала в последнее время от поездок, поэтому говорю, слава богу. Но когда куда-то ездим, у меня вот такая вот пустая... Нет, не пустая. Она обычно не пустая. Она прозрачная. Вот что удобно. Косметичка с собой. Куда я набираю всю косметику. Например, там, если мы в Тагил едем, к родителям. Или в Челябинск. Или в какое-нибудь путешествие. Сюда все помещается. Ну что, идем в самое интересное ящичко. И вот, собственно, что внутри этого заветного ящичка. Я делю обязательно косметику по секциям, потому что иначе невозможно, если бы все лежало в одной куче. Это было бы ужасно неудобно. Раньше я приспосабливалась сама. Например, вот это вот. Это какая-то коробка. Я здесь делала вот такие разделения. Это тоже коробка. Видите? Я тут невидимками скрепляла, чтобы это все вот так вот удобно лежало и достаточно эстетично выглядело. А это, например, это мой бокс. Вы помните, что у меня был свой бокс. И одной из его особенностей было то, что как раз-таки есть вот такие разделения. Потому что я сама по себе знаю, как это удобно. Так что я просто сюда вставила свой бокс. Здесь какие-то палетки, которые еще помещаются. Вертикальные, которые большие. И давайте разбираться с разделами. Здесь у нас все сухое. То есть это сухие палетки, пудры, корректоры, румяна. В общем, все сухой основой. Здесь, как вы понимаете, наоборот, влажные текстуры. То есть это всякие бутылечки, всякие консилеры, праймеры. Этот отдел это брови плюс глаза. Глаза в плане туши, карандаши для бровей, подводки. Этот отсек посвящен чисто помадам. Здесь я вот таким вот не очень симпатичным образом отделила помады по цветам, либо по брендам, чтобы их удобно было искать, если нужно. Например, там нужно нюдовые или нужно более темные. А здесь отсек чисто для помад от MAC. Потому что это одни из моих самых любимых помад. Матовые. Их можно использовать не только на губы, как вы помните, а еще и, например, в качестве стрелок. И здесь небольшой отсек остался. Это тени. Сюда в основном помещаются какие-то маленькие палеточки, либо жидкие тени, тени в стиках. И вот этот маленький раздел, это такой кусочек уходовой косметики в огромном декоративном мире. Потому что здесь всякие бальзамы для губ, увлажняющие средства, крема, такой шампунь, например. Ну и главный вопрос, который мне все задают, Саша, пользуешься ли ты всем этим? Возможно ли это? Конечно, невозможно за раз всем этим воспользоваться. Но я вам честно могу сказать, что я очень часто делаю чистку. Так сказать, потому что я ненавижу, когда вот ты берешь средства, и ты понимаешь, ну, я его храню, потому что надо хранить, потому что кто-то там когда-то подарил, но ты его не используешь вообще никогда. То есть эти средства я действительно использую все. Просто происходит это не так, что я каждый день беру одну и ту же палетку и ею пользуюсь до конца. А, например, экспериментирую, беру сегодня такие румяна, завтра такие румяна. Повторюсь, очень часто здесь происходит такая мощная зачистка и выбрасывается очень много, потому что это просто невозможно впускать что-то новое, класть сюда что-то новое, не освободив место заранее и не избавившись от старого. Так что вот, наконец-то показала, как я храню свою косметику, что как происходит. Теперь направляемся в ванную. Мир уходовой косметики. Кстати, как вы можете видеть с прошлого моего видео, здесь стало почище, разобрались коробки, и все теперь лежит по полочкам. Смотрите, кстати, это такой шкафчик, закрытый, но когда ты хочешь, он открывается. Верхняя часть у меня полностью занята всякими плойками, феном, выпрямителем. Здесь линейка от ЦРВ. Кстати, у меня вот этот вот баллон заканчивается, но знаете, ему уже год, по-моему. Хорошо его так хватило. Четочка Форео. Здесь у нас крем очень питательный, тоже от ЦРВ, который подходит для всего тела, всей кожи, особенно когда вот засуха была. Сейчас уже можно менее питательный, конечно, крема. Ну ладно, окей. Здесь у нас два ящичка. В первом, на самом деле, мало всего. Но, короче, я люблю на запас иметь ватные палочки, люблю на запас иметь ватные диски, чтобы когда закончилось все, не было такого типа упс. Тем более, я люблю покупать их где-нибудь в Ашане, знаете, за копейки. Сразу же пачек 10-20, и это реально намного дешевле. Тут у нас заколочки, о май гад. А там, кстати, их мама. Ну смотрите, это реально, это детки, а там их мама. Второй ящичек у меня посвящен линзам, несмотря на то, что я их не ношу сейчас на каждый день, то есть цветные линзы. Я оставила самые-самые любимые. Если вы помните, у меня там было пара 100, наверное, цветных линз, но я оставила самые естественные, самые любимые. Эти ребята есть, мне кажется, у каждого в доме, поэтому мне этого объяснять. И последний ящик, это те скрабы, которые я сейчас использую. Это уряж клиник, патчи на каждый день. Там еще, кстати, крем для тела. Все это закрывает повязочка. И это такой мист для тела, спрей. Очень вкусно пахнет, купила в беджке. Мы вас закрываем, ребята. Вот этот шкаф, это просто склад. Склад, который выглядит красиво. Вот эта штука, я вообще не знаю, зачем такое ставят в домах. Объясните мне, пожалуйста, кто пользуется биде. Это может быть для каких-то очень привилегированных людей. Я обычный смертный человек, не понимаю. Окей, а здесь у нас этот шкафчик из Икеи. В этом ящичке хранится то, что используется чаще всего. Типа там расческу расчесать, волосы надо. Целый огромный такой бутыль для зубов, потому что его не поставишь на раковину. Влажные салфетки опять, я же говорю, они у меня повсюду. Бумажное полотенце, потому что в моем доме нету полотенец для лица. И вам не советую, девочки, лучше немножечко денежку потратить на бумажные салфетки. Как они называются? Бумажные салфетки? Бумажное полотенце, вот. И всегда к коже прикасаться, особенно к коже лица, прикасаться всегда чистым. И выбрасывать это, а не пользоваться накопителем бактерий в виде полотенца. Ну, полотенца у нас, конечно, есть, но они для тела. Ну, и здесь, как я уже сказала, это просто кладовка, оформленная красиво. Мы очень любим на запас иметь кучу всего для зубов. Типа там зубные нити закупаем на зоне подешевле, но сразу же много-много зубные пасты, зубные щетки даже. И вот верхний ящик посвящен в основном зубам и моим маскам для лица, чтобы вот всегда, когда захочешь, делать масочку. Плохое настроение, хочешь себя порадовать, хочешь себя полюбить, берешь отсюда масочку и жизнь уже прекраснее. Этот ящичек у нас, так, уже тяжелее достается, посвящен телу. Ну, конечно, не у нас, был честный, посвящен он мне полностью. Вообще все эти три ящика, по-моему, посвящены мне, кроме там где-нибудь зубной пасты и кусочка для Дениса. Ну, извините, я девочка. Тут всякие щетки для тела, бальзамы для тела, масла для тела, мыло, всякие солнцезащитные штуки. Зачем я взяла хлоргексидин? Хорошо. И нижний ящик, это самое вообще тяжелое в прямом смысле. Я его, наверное, не открою. А, нет, открыла одной рукой. Это реально всякие большие бутыли, полноразмерные всякие крема. То есть это то, что будет использоваться, но когда вот там вот, это закончится. То есть здесь лежит то, что использую прямо каждый день. А здесь то, что когда-нибудь перейдет туда. Кстати, вот эта штука, я до сих пор не разобралась, что это. Это типа маска. Вот видите, она вот так вот выглядит, но она не на лицо, а на живот. Я даже гуглила, гуглила по названию. Видите, типа так нужно надевать во время беременности. Но я не понимаю, для чего это, что это такое, зачем. Это типа как масло кокосовое я использую, чтобы не было растяжек. Или что, я не знаю. Просто это так прикольно. Такой огромный патч. Смотрите, девушка его надевает на себя и потом начинает что-то там у себя пощипывать. Это все как-то странно выглядит. Короче, если кто-нибудь знает, напишите в комментариях, что это такое, как это использовать и зачем. А у нас осталась последняя полочка. То, что занимает самую привилегированную позицию прямо на раковине. То есть я, когда умываюсь, вот именно эти ребята мои самые главные помощники. Сейчас у меня это линейка для Роспозе. Это мицеллярка, тоник, крем, сыворотка. Бальзам для губ, который на самом деле не обязательно только для губ. Я его хорошо так выдавливаю обычно и остатки еще наношу на кутикулу, на локотки. Сфокусируйся, пожалуйста. Спасибо. В общем, его хватает очень надолго. Это уже не косметика. Это тоже, это тоже. И все, собственно. Мы закончили. А еще, если побейте части, я вас уже познакомила в прошлом видео с этим дружком, который вообще все показывает. Где у тебя проблемы, где у тебя лишние волоски, когда брови усипываешь, очень удобно. Короче говоря, зеркало, которое очень сильно увеличивает. Ну и мы с вами, девочки, будем, собственно, завершать. Я очень надеюсь, что вам это видео было приятно смотреть. Может быть, даже полезно. Кто-нибудь там посмотрел, как я храню косметику по секциям, например, и будет делать так же. Ну а у нас, как и обещала, конкурс. И сегодня я разыгрываю два средства от NYX. Это праймер под макияж и, собственно, сам тональный. Условия конкурса максимально просты, как всегда. Это поставить палец вверх на это видео, подписаться на мой канал, на котором вы сейчас находитесь. Вы это можете сделать прямо, не выходя из видео. Подписаться на мой инстаграм. И написать комментарий к этому видео, как храните косметику вы. Может быть, это какой-то ящичек в ванной. Или тоже какие-то разделения самодельные. Может быть, вы что-то придумали для хранения декоративной косметики у вас в комнате. На подоконнике у меня, кстати, раньше было мое рабочее место. Ну, не рабочее, точнее, а бьюти-место именно на подоконнике. Потому что у меня не было туалетного столика, не было света. И получается, я красилась от солнечного света, от окна. Это было тоже удобно. Ну все, девочки, мы с вами прощаемся. Мы, потому что я уже давно не одна. И как-то эгоистично, говорит, все время я, я. Хотя нас двое. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok